Вы думаете, Сеня может долго жить без перестановок? Не может! Девочки в клетке, может так и оставить? Мне кажется, это самая лучшая игрушка будет для них. Читала комментарии под последним роликом. Ё-моё! Если эта кофемашина поддается программированию порции, это будет круто. Программировать порции в ней, насколько я вижу, по инструкции нельзя. Но я её, по крайней мере, сейчас разберу, посмотрю. Ну, может быть, как-то это можно сделать вручную. Спасибо огромное за комментарии. Я вас просто обожаю. Я уже закрутила всё обратно. Ну, в общем, я вскрыла вот эту панель. Там какие-то провода, какие-то штуки, трубки какие-то идут. В общем, я в этом не разбираюсь. Буду, в общем, в Ютубе, значит, смотреть информацию на эту тему. Потому что, ну, правда, у меня охота разобраться в этом во всём. Вот. Но сама я не в состоянии. Так что, это что-то становится. Вот. Ну, и к слову, могу сказать то, что все мои телодвижения по поводу перестановок, они были, конечно, до ужаса гениальными. Но пришлось всё оставить всё как было, потому что это самый лучший вариант. Ты мне рецепт выписываешь? Ох ты, как конкретно ты тут разрисовала всё. Просто молочинка. Какая ж прелесть. Да, чудно. Ага, и в принтер всё запихиваешь, да? Правильно, нужно отпечатать. Да, копию сделать. Чудно. У меня ручки в руках детей, честно говоря, очень сильно пугают. Поэтому, пожалуй, я не верну её. Про шторы могу сказать. Вот вид из коридора. Слушайте, ну, обалденно. Они действительно столько уюта придают, что, я понимаю, именно такие мы и закажем. Вот в нашу комнату точно такие же белые. А что касается детской комнаты, то я сейчас там сняла шторы. Да, украла их в нашу комнату. Что, Пась? И мне предложили фото шторы взять. Вот, буду про них делать отдельный ролик. Заказала тоже вот под цвет стен такие лиловые. Плюс ещё и фото покрывало. Всё это от производителя. Ну, и надо будет в обзоре там просто сравнить качество. Посмотреть, сколько они там доставляют, как это всё выглядит, распаковка, там, подвесить их. Вот, покажу сайт и всё такое. Ну, я подумала, что, а почему бы и нет? Штор должно быть, наверное, много. И всё-таки на смену хоть что-то нужно иметь. Единственное, что, да, мне дали выбрать только из-за разряда фото штора. А фото шторы всякими там, не знаю, мультиками или цветочками для меня это что-то такое не очень. Ну, выбрала такое, что-то нейтральное. Нашла хороший вариант. Ну, прикольно. Вот так и работает Карлсоны на крышах. Меня бесит наш карниз. Он вот такой вот струнный, там эти крючки. И так как шторы довольно-таки плотные, тяжёлые, вечно из этих крючков там всё выпадает. То есть, либо менять карнизы, либо шторы вот повесить и не трогать. Потому что если я сейчас эту штору, например, вот так вот возьму и задвину, у меня тут крючки повыпадают. Я не думала, что это настолько сложный вопрос. Казалось, шторы и шторы, но просто ткань повешенная над окнами. Но нет, там очень на самом деле много нюансов, о которых я лично не знала. Ой, для меня это большая и дикая головная боль. Вот что хочу сказать. Я всё ещё в процессе тест-драйва вот этой кофемашинки. Более-менее уже адаптировалась. И на самом деле есть что сказать. Есть мнение на её счёт. Можно её сравнить с моей кофемашинкой. В принципе, она неплоха, поэтому я её с удовольствием потом отдам маме. Я думаю, что она тоже будет ею довольна, когда приноровится и оценит её, скажем так, по достоинству. Мне приходится вот этот стул переворачивать, иначе дети на нём, во-первых, катаются, во-вторых, шатаются, и в-третьих, могут упасть. Ой, а вот так хотя бы, ну, падать невысоко. Вообще, если говорить о планировании этой комнаты, вместо вот этого страшного офисного компьютерного кресла, я себе хочу кресло из магазина «Джут». У нас в России вроде как должен скоро открыться, и там очень клёвые есть такие на деревянных ножках, с прорезью в спинке и с подлокотниками. Вот прям я грежу этими стульями, они очень красиво смотрятся. Конечно же, отсюда вот это моё рабочее место уйдёт, и оно будет, скорее всего, вот здесь за дверью. Вот здесь я планирую полочки и мой компьютерный стол. Я буду сидеть вот здесь за дверью. Зоя. В общем, вот здесь я буду сидеть, скорее всего. Здесь, на этой стене, мы планируем как раз тумбу под телевизор и телевизор, и там, где Зоя, ну, почти рядышком, здесь будет диванчик. Ну, то есть, конечно, здесь перестанет быть так просторно, здесь меньше будет свободного места, посреди комнаты будет диван, но мы решили, что нам это нужно. Ну, по крайней мере, мы пытаемся. У меня даже есть рендеры на эту тему, то есть, как будет выглядеть такой среднестатистический диван в этой комнате, и, конечно, да, места свободного не останется. Ну, не знаю, мы еще думаем на эту тему. Что еще? Ну, и вот там вот комод будет, вот этот вот икеевский, который я показывала. Насчет тумбочек, не знаю, посмотрим какие-нибудь разные. Ой, что-то торчит. Вот, как-то так. Вот, а может не на рабочее место, скорее всего, вот здесь будет, вот прямо у этих двух розеток, то есть, какой-то узенький столик для ноутбука. У нас будет два стола здесь и здесь. Или же, наоборот, меняемся с ним местами. Или же, еще, конечно, есть такая вероятность, что я сменю свой компьютер на ноутбук. Какой-нибудь супер-пупер мощный, там, супер-пупер монитором. Ну, я чуть-чуть не уверена, потому что, может быть, моноблок. Вот, еще вариант это моноблок. Как-то мне хочется более компактно сидеть, но при этом, чтобы качество, декоратура, она продолжала быть хорошей. Потому что, вдруг, мало ли, я там, опять же, возьму заретушь и на ноутбуке ретушировать что-то. Это не прикольно. Что касается отрисовок по размерам, то вот у нас вышло вот таким образом. Ноутбуки на подоконниках, это так, чисто по приколу поставили. Ну, вот по размерам. Ну, в принципе, конечно, маловато места будет свободного. Уж не знаю. Всякие тумбочки мы тут смотрели, как это, что будет все выглядеть. Вот это типа как 3D-шечка, ну, такая отрисовочка. Вот там столы по бокам от двери стоят. Это так тоже вот просто поставили, посмотреть, как бы это выглядело примерно по размерам. Ну, да, как видно, места маловато совсем. Маленькая, конечно, комнатка. Ну, просто диваны, они все, как правило, достаточно большие. Это тоже смех, смех и панорама какая-то. Вот. Ну, короче, грусть, печаль, тяжело. К сожалению, диван вот по этой стене тоже поставить нет никакой возможности. Я предлагала, там, повесить такую рулонную штору посреди комнаты и сделать там типа как проектор. И тогда было бы все круто. Диван бы стоял у стены и совершенно не занимал бы места. Вот этот стол, это бред. Ну, вот. Но муж почему-то против проектора. В общем, пока еще размышляем на эту всю тему. Сейчас обратно пролистаю. Сложно нам все это придумать. Честно говоря, мне бы хотелось как-то это все, может быть, самой уже покрутить. Потому что, ну, тут подружка что-то крутит-крутит. И все равно что-то не нравится, да. Каждые какие-то моментики, детальки хочется изменить. И каждый раз дергать человека не прикольно. Так что буду, наверное, сама как-то что-то пытаться отрисовать. Вот. Я еще даже не знаю, будем ли мы вообще выстраивать какую-то перегородку для зонирования. То есть это не все, не обязательно, потому что, ну, а чего, гостей мы не часто приглашаем. В основном всегда все на кухне сидим. Диван, телевизор, это только, знаете, для семейных просмотров кино. Но это не будет играть роль сборища для гостей, а-ля как-то эти гостиные. Совершенно нет. Это именно для нас. Вот. Поэтому перегородка может быть и не обязательно. Ой. Что касается нашей кухни, то, откровенно говоря, меня так бесит вот этот вот визуальный весь бардак и мусор, который у нас в столешнице. И сейчас девчонка приготовила супчик тут, кушать будут. И, конечно, к самому популярному вопросу, когда у нас будет готова кухня. Не знаю. Я сама вообще без понятия. Мне кажется, что реальная готовность нашей кухни не раньше, чем через год будет осуществлена хоть как-то. Ну, или хотя бы начало работы. Потому что сейчас совершенно не до кухни. Тоже в комментариях были дельные мысли на тему того, чтобы сделать здесь полочки. Муж против. Говорит, нет. Ну, на нет и сюда нет. Я тут ни при чем. Вот у нас так свет отражается от холодильника. Тени создают. Прикольно. Что ты делаешь? Ладно. Так. Не поубивайте тут друг дружку, пожалуйста. Видать, поубивают. Кажется, мы занятие закончили, да? Вот в это неясное нечто превращаются у меня меланиновые губки. Мне сегодня решила стены немножечко помыть. И девчонки пока рисовали, немножко здесь зачирикали стол. Вот. Ну и что самое интересное в столах, это вот эти вот части. Сюда обычно глаз не добирается. Надеюсь, я уже помыла. Стало все таким чистеньким. Вот. А, ну, кроме каких-то таких моментов. Слушайте, у всех они так быстро истираются. То есть я реально 5 минут потерла. Там стол, немножко стены. Что тут еще? Ну, вот стены здесь, где Зоя сидит, обычно очень грязные. Прихожую потерла, постаралась отмыть домофон, не отмылся. Предыдущую губку я всю убила на подоконнике и окна, так они тоже не отмылись. Я не пойму, в чем они заляпаны. То ли силикон, то ли еще что-то. Ну, в общем, окна у меня не отмываются. Придется мне замки на окна показывать на грязных окнах, поэтому не обессудьте. Ну, в общем, это нормально или это просто губка некачественная, что так быстро просто уничтожилась? Я вам сейчас сидят на моей губке. Да, именно это я и хотела сказать. Слушайте, всю зиму проходила в своей этой осенней желтой куртке. Чудо, как хорошо. Прекрасная у нас зима. Зоя, ты готова? Все. Так что так, ладно, мы сейчас идем со Снежколепом, со всеми делами и в магазин. К слову, наша закупка продуктов, которая была, она нормальная оказалась. Очень много продуктов у нас еще осталось. Но какие-то моменты, какие-то мелочи, они позаканчивались. И вот периодически сейчас хожу по магазинам, вот по мелочи. Ну, реально, там молока купить, не знаю, подсолнечное масло, сахар, что-то такое. То, что, в принципе, не очень-то и тяжелое. Ходила уже в магазин два раза и каждый раз там тысячи на полторы всего лишь. Ну, вот по таким мелочам. В общей сложности в месяц мы тратим, ну, тысяч 20, наверное, на еду, на молоко, на подгузни. Это я все включаю в продуктовую корзину. Ну, зоя, что-то за последнее время очень в лице поменялась. Похорошела девчонка. Ну. У нас тут что-то лифт сломался, причем на нашем этаже. О, кажется, наш подъехал. Или нет? Так. Давай. Первые вообще-то заходят взрослые. А выходят из лифта первые дети. Вот неудобно. Вот он тот долгожданный момент, когда я катаюсь на качельке, а дети у меня гуляют самостоятельно. Сами качаются. А мне остается только приглядывать за ними слегка. Мирослава моя самая главная помощница. И вообще жизнь вот в этом возрасте с детьми, честно, очень-очень кайфово. Они друг с другом играют, друг с другом ссорятся. При этом друг друга развлекают, отвлекают от мамы, от папы. В общем, и гуляют сейчас очень так дружно, весело. В общем, ни разу не жалею, что двое девчонок, и была бы разница меньше, наверное, все еще веселее и прикольнее было бы. Возможно, просто еще раньше они начали бы вдвоем так хорошо играться. Ждем, когда они начнут мальчиков делить. Ну, или там что-то еще. Следующая наша эпопея была поместиться в лифт с двумя вот этими пакетами, сложить коляску, снять сидуху, две девочки и я. Ух, ребята. Непросто. Зато, зато, почему сегодня без доставки продуктов? Именно для того, чтобы физнагрузка хоть какая-то была. А то я расслабилась в последнее время. Мне кажется, что я наконец-то нашла то, что давно искала. Джем абрикосовый. Из всех джемов вот это удача. На самом деле он кайфовый. То есть, я так понимаю, что курага, да, курага здесь перемешанная. Но он, по крайней мере, очень вкусный. А те джемы, что такие, знаете, полу-таки прозрачные, оранжевенькие, красивенькие, они, как правило, какие-то не самые чудесные на мой вкус. Вот это вот удача. Люблю абрикосовый джем с блинчиками, которые сейчас и буду, собственно, готовить. Но перед блинчиками у меня тут стоит задача наточить все ножи. На старой квартире у нас обязанности точить ножи была у мужа. Но тут, честно говоря, мне захотелось это все изменить, поэтому занимаюсь этим я. У меня есть вот такой камушек. Я сегодня с утра занималась тем, что смотрю мои ролики, как правильно точат ножи, потому что я хотела убедиться, правильно ли я делаю. Но, в принципе, все правильно. У меня ножи Икея. Между прочим, давно их уже покупала. И, знаете, я ими очень-очень довольна. Считаю, что это одни из самых таких неплохих ножей, непритязательных. То есть это, конечно же, не супер-пупер профессиональный, но резать, шинковать вот этим ножом. Это, правда, не икеевский нож, но он такой. Я его для рыбы использую, хотя не совсем он подходит. Ну, в общем, хорошие ножики. Так что, если задумываетесь о ножах, эти неплохие. А вообще на тему роликов в интернете, когда полезла искать, как правильно точить ножи, подумывалась о том, что, ё-моё, насколько YouTube в этом плане крут. Всё, что угодно там можно найти. Вот недавно у Тани Матани был ролик про разделку курицы. И что самое забавное, в этот момент я как раз разделывала свои 6 куриц с закупки продуктов метровской. Она там что-то рассказывает, и я параллельно делаю практически то же самое. Ну, между прочим, какие-то там такие нюантики, моментики я для себя лично подметила. Тоже решила пробовать, и для меня там кое-что было новенькое. Так что любые такие ролики, они очень полезны. И даже если ты в какой-либо теме профи, посмотреть чужой опыт, там можно найти что-то для себя любопытное, интересное, или хотя бы там другую точку зрения. А ещё я это всё к чему подумала? К тому, что раньше на канале лично я снимала всякие разные болтологические видео для фона. И там болтала обо всякой ерунде. Просто своё суперценное мнение высказывала в эфир. И я уверена, что кто-то там посмотрит и скажет, вот дура, вот тупая, там ещё что-нибудь. Кто-то скажет, о, прикольно, спасибо, что поделилась своим мнением, я там думаю точно так же. Или кто-то начнёт спорить, что он так не думает. Ну, в общем, сами понимаете. Хотя, в принципе, поговорить-то всегда есть о чём. Но мне не хочется на данный момент времени тратить чужое время на всякую ерунду. Безусловно, влоги это тоже всякая ерунда, но влоги, ну, тут я как бы часто снимаю именно для своего удовольствия. А вот чтобы поставить камеру, сесть и потратить время на то, чтобы на какую-то тему поболтать, это уже немножко другое. Ну, в общем, кто ждёт видео для фона, я думаю, что пока у меня пауза с ними. Но, может быть, попозже, если вот будет вдохновение, если будет о чём поговорить, они будут. Кстати, ролики про фотографии, они тоже будут обязательно. Просто чуть попозже. Субтитры подогнал «Симон»